Я вместе с вами хочу сказать славу нашему Господу. Сегодня Господь позволил нам второй раз быть в Доме Его. И вы знаете, это великая привилегия для нас, что мы влеком и Духом Святым пришли на это место, что мы отозвались на зов Господний, и мы сегодня здесь. И что-то Господь будет совершать сегодня в наших сердцах. Слава Богу, что я тоже вместе с вами сегодня могу прославить Его Святое Имя. Я буду читать из Священного Писания. Это будет к Евреям 10 глава, 25 стих. Здесь написаны такие слова. Не будем оставляться в ране своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривать и приближение дня Онова. Эти слова оставлены к нам, к верующим людям. Здесь говорится о том, чтобы мы не оставляли своих собраний, чтобы мы приходили в собрание, когда оно есть, когда оно происходит в Доме Божьем, когда Господь, Он собирает своих детей для того, чтобы иметь с ними общение, и для того, чтобы мы имели общение друг с другом. И здесь эти слова оставлены на Священном Писании. И я хочу рассказать, была такая история. В одной из христианских газет поступило такое, скажем, заявление одного прихожанина, который написал, что он уже 30 лет посещает церковь, что он прослушал более 30 тысяч проповедей, и эти проповеди он не может вспомнить. Он даже забыл, о чем это говорилось. И он ставит вопрос, нужно ли ходить в собрания, слушать эти проповеди, потому что не все возможно запомнить и не все возможно вынести. И я думаю, что вы сами знаете, что мы тоже сегодня не все запомним, что здесь говорилось в процентном отношении, пусть здесь кто-то больше 20% возьмет из этого. Остальное, как бы, мы послушав, можем и забыть. И вот он ставит такой вопрос, и началась дискуссия. Стали приходить разные ответы, и разные люди высказывали свои мнения. Это продолжалось до тех пор, пока в эту же редакцию не пришло другое письмо. Написал христианин, который писал, что он тоже уже жена 30 лет, и за это время жена ему приготовила более 32 тысяч завтраков, обедов, ужинов. И он не может вспомнить, что он кушал в это время. Даже если я вас прошу, что вы ели вчера или третьего дня, то вы тоже, наверное, вряд ли это вспомните. Мы забываем это, но мы понимаем, что эта пища, которую мы принимали, она была питательной и полезной для нашего организма, и давала нам силы, чтобы мы могли трудиться, чтобы мы могли работать. И вот он говорит, что если бы я не питался, если бы я не ел эту пищу, то я бы уже не жил бы, я бы уже умер, как бы не было подпитки. И так он говорит, что я тоже 30 лет хожу в церковь и тоже слушаю эти проповеди, и они дают мне вот эту духовную пищу. Пусть не все запоминается, но благодаря этим собраниям, которые Господь собирает, благодаря проповедям, которые мы слушаем, мы имеем духовную жизнь. И он говорит, слава Богу за это, что Господь нам дает духовную пищу, и Господь нам дает и телесную пищу. И также я слышал такой пример, который говорила, что одна уже сестра, пожилая сестра, она уже в возрасте, и говорит, что я уже как бы старенькая, и прихожу в собрание, я слушаю, и не запоминаю, о чем говорится. Я могу и забыть то, что буквально говорилось 5 минут назад, или 10 минут назад. Она имела такую беседу с пастырем, но пастырь имел мудрость от Господа и сказал ей, говорит, ты возьми кошек, такой вот есть, в деревне такой называется, и говорит, налей в него воды и принеси этой воды. Ну, она так подумала, говорит, ну, что ты говоришь, он же не держит воду, как можно налить туда? Ну, она была хорошей христианкой, она послушала пастыря и сделала так. Она набрала воды и стала нести эту воду. Ну, пока она там несколько шагов сделала, вот вся вода вылилась, она пришла с пустым. Он говорит, еще раз, еще раз, чтобы она так сделала. Она была послушной, она делала так. Ну, в итоге она увидела, что тот кошек, который она брала, он стал чистым. Тот путь, который она делала, был палит водой, там выросли цветы. И пусть она, как он дал ей такой пример, что это вот то, что она слышит от Слова Божия, которое оно нас омывает, нас очищает, которое нам дает жизнь, оно не бесследно проходит в нашей жизни. Такой пример она получила от пастыря, и после этого она стала уже, как бы не сомневаться, в ценности хождения, в служении, ценности пребывания на этом святом месте, чтобы дать возможность Господу трудиться в сердце ее. Еще один такой пример, который тоже, как бы, я хочу рассказать. Это произошло в Европе. В одной из, это было в дальние времена, и в одной из деревушек жил богатый дворянин. И вот он был христианином и думал, что бы сделать такое для того селения, где он находится, где он живет. И он долго думал, и пришло ему построить церковь для этой местности, в которой он живет. И он скрывал это от всех посторонних, это строительство велось, как бы, в тайне, никто не знал ничего. Но настал тот день, когда он пригласил все население этого населенного пункта, этой деревушки, для открытия этой церкви. И люди, увидев это великолепное здание, восхищались его красотой. И один человек спросил, а где же лампады, чтобы освещать это здание? Ну, он имел мудрость и сказал, что в стене сделаны специальные места для светильников, а лампады я раздам каждой семье, которая будет приходить в эту церковь и будет приносить зажженными эти лампады и ставить на то место, где она будет сидеть. И если этим светом будет освещаться это здание, это помещение, и если кто-то из вас не придет какой-то день в церковь, это место останется неосвященным, это место останется в тени, и будет мало света в том доме, в том помещении, где собирается народ Божий. Также можно привести это примеры к нашему времени. Вот посмотрите, допустим, освященная вот у нас люстра, очень хорошая, красивая, и на ней не все лампочки горят, она дает достаточно света, но если включить еще больше лампочек, света станет больше, станет в помещении еще ярче. И вот, приходя сюда, в наш дом, в дом Божий, мы совершаем молитвы, молимся нашему Господу, мы взываем к Его имени, и мы понимаем, что дом Божий, который построил Господь, он является вот этим светильником для нашего города. И если будет здесь много молитв, если здесь будет большой свет, то этот свет увидят люди окружающие, живущие вокруг нашего дома молитвы, вокруг других домов молитвы. И поэтому не будем пренебрегать вот этой благословенной привилегией для христианина, который Господь позволил нам. Я думаю, что многие из нас переживали такие моменты в своей жизни, когда по каким-то причинам не получалось нам быть в Доме Божьем. И если это было, скажем так, один-два раза, то как-то, может, это не так заметно происходило. Но когда это происходило длительное время, когда человек был где-то в командировке или на больничной койке, или еще по каким-то другим причинам, он желал бы быть в Доме Божьем, но его такой возможности не было. И после этого как бы времени, сколько прошло, он, приходя в Дом Божий, как он тогда ценил, как он тогда благодарил Господа, что действительно есть место, где можно склониться пред Господом, где есть место, Дом Божий, в который можно прийти к такому, какой ты есть, с таким сердцем, какой у тебя есть, с твоими печалями, с твоими радостями. И что самое главное, что здесь ждет тебя Господь. Самое главное, что Он хочет тебя, если у тебя есть печаль на сердце, утешить. Если радость у тебя на сердце, Он хочет с тобой разделить эту радость. Он хочет, чтобы эта твоя радость, которую ты имеешь в Господе, она умножилась, она разделилась, чтобы твоя жизнь, она озарялась Его светом. И поэтому будем, братья и сестры, ценить вот этим временем, которое Господь нам дает, чтобы мы не оставляли собраний своих, чтобы мы приходили в Дом Божий, чтобы мы позволяли Господу, Святому Духу, трудиться в наших сердцах. И это мы должны принимать верою. Поэтому Господь, Он желает в наших собраниях, имея личное отношение с каждым из нас, проговорить и дать разные дары, дать разные увещевания, дать советы, дать наставления. И Он желает, чтобы возрастала вера наша, когда мы приходим в Дом Божий. Потому что мы называемся верующими людьми. И если мы не будем верить так, как желает того Господь, то как бы наше хождение пред Господом, оно может и не быть таким, каким желает Его Господь. И также в этом служении, в этих служениях Господь взращивает нашу веру. Он дает нам надежду и показывает нам, как нам нужно жить в этом мире. Как нам нужно поступать, чтобы иметь благословение, в первую очередь, для семьи, для себя лично и для окружающих нас людей. Я хочу немножко остановиться на вере, как бы порассуждать с вами, что такое вера. И, как мы знаем, в Евреев, в 11 главе, первым стихом написано, что вера – это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И также в Римлянам 10.10 мы читаем, «Потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению». Второе, Коринфянам 4.13 я читаю. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил. И мы веруем, потому и говорим». Как мы видим, эта вера состоит из двух составляющих. Это веровать сердцем и исповедовать устами. Вот я хочу немножко остановиться на том, как мы верим. И что такое верить сердцем. Вера, она бывает разной, насколько мы знаем. Мы знаем, что и бесы веруют, и трепещут. Мы знаем, что есть человеческая вера, когда что-то говорят, мы верим или не верим, отвергаем. Мы видим такой пример, когда воскрес наш Господь Иисус Христос. И пришли собрались ученики, и когда пришел Фома, ему сказали, что был Господь, а его в это время не было. И он сказал, что «не поверю, пока не увижу». И как бы он стал называться Фома, и сейчас называют Фома неверующий, пока не видит, не поверит. Но мы будем говорить о вере Божией, которой Господь желает, чтобы она была в нас. И верить сердцем, это значит доверять нашему Господу, доверять тому, что написано в Священном Писании, доверять и верить тому, что там написано, и принимать это, что не может быть, это по-другому, как только так написано. И если мы верим так, без малейшего сомнения, что Господь написал это постание для меня и тебя, Он оставил на страницах Священного Писания это письмо лично мне, и лично оно мне принадлежит, ни кому-то там другому, ни каким-то там другим людям, но это для меня, это мое. И если я в это начинаю верить, и если я начинаю это исповедовать, это начинает работать в моей жизни, это начинает работать в моем сердце. И те обетования, которые Господь оставил на страницах Священного Писания, они будут в моей жизни. Здесь очень много написано для меня, очень много написано для вас, и как я буду это принимать, как я буду это применять в своей жизни, и как я буду в это верить. И я хочу привести немножко примеров веры, которая была записана в Священном Писании. Это я хочу остановиться на вере, которая была у женщины, которая страдала кровотечением и получила исцеление. Я не буду зачитывать эти места Священных Писаний, думаю, вы знаете, что она имела настолько, положила в себе в сердце, что если только прикоснусь к Господу, то получу исцеление. И она достигала этого, она двигалась в этом, она искала Господа, чтобы иметь с ним встречу. И то, что она сделала, произошло, и мы видим, что исцеление было получено. Также еще одна, один персонаж из Библии говорит о том, что одна женщина, она не принадлежала Божьему народу, и у нее тоже была нужда, и она ходила за Господом и просила. И даже Господь ей сказал такие слова, что не гоже взять хлеб у детей и бросить псам. Казалось бы, такие обидчивые слова-то так выражены, что можно было бы отвернуться и уйти. Но она понимала, она прекрасно знала, что только в Господе Иисусе Христе она может получить просима, и она стремилась к ним. Она сказала, что и крохи, которые падают со стола, они полезны, что псы питаются этими крохами. И Господь даже удивился такой вере, говорит, действительно, где есть такой вера, они вошел и в народе израильском. И она тоже получила просимое. Также есть еще такой военно-начальник, Нейман, который, вы знаете, он был прокажен, получил проказу. И маленькая девочка, которая была у нее служанкой, она сказала ему, что есть в израильском народе пророк, через которого Господь действует, и он может получить исцеление. Вот представьте, большому человеку, он в то время занимал большой пост в стране, и он поверил вот этой маленькой девочке, которая сказала, что Господь может ее исцелить. И он совершил этот путь, он пришел. Но он имел какие-то представления там, как это произойдет. Он уже нарисовал в своем воображении, как это должно быть. И он подумал, что он как паштенный человек, к нему выйдет пророк, скажет какие-то слова, и он получит исцеление. Но мы знаем, что в Исаии на 55 главе, 8-9 стихе написано, что Господь говорит, что мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. И мы видим, что когда он пришел, ему сказали, что пойди в реку и окунись там несколько раз, и ты получишь исцеление. Он сначала воспротивился этому, но были с ним рядом люди, которые увещевали его, и он сделал это. Он поверил и сделал, он вошел в эту воду и получил исцеление. И поэтому слава нашему Господу, что Господь нам дает из Священного Писания, дает нам наставления, дает нам стихи, в которых мы можем читать, и которые должны работать в нашей жизни, если мы действительно будем веровать в сердце. Но это как бы наша часть. Господь сделал все необходимое, Господь сделал все для нас. Он не пожалел Своего Сына Единородного, отдал на крест Его. Иисус Христос смирил Себя до смерти, и смертно, и взошел на крест Голговский, и был распят там для меня и для тебя, брат и сестра. Но чтобы мы верой могли поверить тому, что Господь совершил для нас, и Господь дал нам, и что то, что Он говорит в Священном Писании, оно применимо для тебя и для меня. Не для какого-то особенного человека, но ты, Дитя Божие, которое уверовал в Господа, можешь получить обещанное Господом, которое записано в Священном Писании. Это одно из таких, это 1 Петра 2, 24. Здесь написано, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дам и мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Это было записано, и это было в Священном Писании, и это было совершено на кресте Голговском уже более двух тысяч лет назад. И заметьте, слово «исцелились», оно говорит о том, что уже это действие совершилось, что это действие уже произошло. И как я прихожу, как я читаю эти слова Священного Писания, которые записаны для меня, с верой или просто так, как текст я прочитал и закрыл. И если я поверю всем сердцем, что там эти слова прозвучали для меня, что ранами его я исцелен, я исцелился, то Господь, я верю, что это будет происходить в наших жизнях, с нашими братьями и сестрами. Но нужна для этого вера. Вера, которая должна исходить из сердца, чтобы нам наш разум, который часто нам мешает, который говорит обратное, посмотри на обстоятельства, в которых ты находишься, посмотри, что происходит вокруг тебя, разве это возможно, уже что и то у тебя сделано, то и то ты прошел, то и то ты сделал, и уже как бы нет больше никаких путей, для тебя уже как бы все закрыто. Но это говорит разум. Он видит физическими глазами. Но мы должны видеть на происходящее, то, что происходит в нашей жизни, так, как видит Бог, так, как Он показывает в Священном Писании, что для Него, для нашего Господа нет ничего невозможного. И Он также приводит нам пример патриарха нашего первоначальника, скажем, веры. Это Авраам. Римлянам 10.17. Нет, Римлянам 4.19.21. Здесь записаны такие слова. «И не изнемогший в вере, Он не помышлял». Говорится о том, что Он не размышлял, Он не помышлял. Что тело Его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарена в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем, не в вереем. Для этого человека было обетование Божие. И уже, как мы знаем об этом человеке, что уже он был, почти сто лет ему было. И физически уже, если рассуждать умом, ничего не могло произойти. Но вон, написано, что здесь не помышлял и не поколебался. Что утроба сареного омертвели, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл твердь в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Господь обещал этому человеку, Господь исполнил. И мы знаем, что у него родился Сын. Также Господь нам обещает в Священном Писании, и Он нам говорит каждому из нас. Каждому из нас лично говорит, и обещанное Он исполнит. Как я к этому отношусь? Как я к этому отнесусь? С верой ли я приму это то, что Господь для меня говорит? Или мой разум помешает мне принять то, что Господь будет совершать в моей жизни? И перед нашей коленопреклоненной молитвой я еще хочу оставить один стих, прочитать. Это вот Марка 11, 23. 23 стих. «Имейте веру в Божью, ибо истину говорю вам. Если кто скажет, горей сей, поднимись и ввергнись море, и не усомнится в сердце своем, но поверь, что сбудется по слову Его, будет Ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, что не будете простить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше». Пусть Господь благословит нас, чтобы мы все слышанное, все читаемое, которое будет происходить, принимали верою, что это принадлежит мне, и Господь Он будет совершать. Будем молиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!